Добрый вечер, уважаемые кыргызстанцы! Спортивный канал КТРК Спорт продолжает вещание передачи Арена. Меня зовут Алмаз Раимжанов и мы вновь вас приветствуем. Вчера, 12 января, завершился чемпионат Кыргызстана по вольной борьбе и по греко-римской борьбе. Комментируя с нашими коллегами-комментаторами канала КТРК Спорт, мы лишний раз убедились, насколько значим вообще в целом спорт для нашего кыргызского народа, для всех любителей. Ну, конечно, отметить нужно тот факт, что греко-римская борьба это что-то особенное. Складывается такое ощущение, будто греко-римская борьба это какой-то наш национальный вид спорта. Потому что, ну, вчера, комментируя в режиме онлайн, ну просто на этом спортивном сооружении Коджимкула, ну просто яблоку негде было упасть. Почему этот вид спорта стал таким популярным, мы сегодня с вами пообсуждаем. У нас сегодня в гостях чемпион Азии среди кадетов и бронзовый призер мира среди кадетов, серебряный призер среди молодежи, чемпион Азии до 23 лет Роман Ким. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас приветствуем, как ваши дела, как ваше настроение? Да, все отлично. Как говорится, после чемпионата, когда ты на самом деле, настроение намного лучше. Отлично. Роман, ну, регалии, конечно, ваши, так скажем, говорят сами за себя. Сколько лет вам понадобилось и сколько лет вы занимаетесь этим видом спорта, что добились такого большого успеха. И, забегая вперед от лица канала нашего КТРК Спорт, разрешите уже теперь еще раз вас поздравить. Вчера Роман стал в очередной раз чемпионом нашей страны в своей весовой категории. Ну, пожалуйста. Да, спасибо большое. Ну, вообще я начал тренироваться еще сам в Троновской работе. Оттуда начал тренироваться. Потом, там мой первый тренер был Игорь Анатольевич. Первый тренер. Потом, как на соревнованиях, я боролся. У меня вместе занимались мой отец тоже с моим тренером. И они как-то между собой переговорили и сказали, что он скоро переезжает в город. И я приду тренироваться к братьям Шуровым. Это Фархатака и Шуратака. Вот, и с 2011 года я начал тренироваться в спортклуб «Беркут». И, считайте, вот до сегодняшнего времени уже прошло 9 лет, как я тренируюсь в этом зале. И представляете спортивный клуб «Беркут». Да, 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 все правильно. Смотрите, ну, после, ну, на протяжении этих 9 лет вы уже выступаете на профессиональном уровне. У вас очень много побед и за рубежом, и во внутреннем чемпионате. И на все это ушло ни много ни мало, практически 10 лет. Что самое сложное было в вашей биографии как спортсмена? Потому что, ну, мы видим роман Акина, мы вчера вот комментировали, да, победа и так далее, и все прочее. Но никто не видит того, что происходит до победы, да, никто не видит ваших тренировок, сборов, как это все вот происходит, насколько вообще сложно спортсмену, не только представителям борьбы, да, вообще, наверное, любому спортсмену очень сложно. Особенно, когда он выступает на профессиональном уровне. Вот в вашей, так скажем, биографии были ли такие моменты, когда просто надо было сказать, вот, Рома, нет, я сегодня вот не могу, вот, я хочу там, не знаю, там, может быть, не завершить карьеру, но где-то там посочковать или еще какие-то моменты. Ну, в плане сочковать, наверное, не было. Ну, конкретно касаясь меня, то это были некоторые травмы, которых после были операции, причем не одна операция была, и это на протяжении года восстановление было. Это, наверное, самое сложное было, потому что когда, после как бы одной операции уже потом думаешь, не завязать ли, а когда уже несколько, тогда уже не один раз задумываешься, ну, потом как-то вот поддержка своих родных, тренера, мне тренера очень много помогли в этом плане, да, как и в моральном, так и в финансовом плане. Поэтому, наверное, это самый тяжелый момент, потому что ведь профессиональный спорт, это, как говорят, губительный спорт по-своему, а если человек хочет, допустим, поддержать себя здоровью, то, скорее всего, я по сайту заниматься просто физкультурой. Ну да, сейчас только хотел спросить, что для вас стало стимулом, все-таки вот родные, близкие, кто вот поддержали, это с его главным стимулом? Да, потому что вот отец, мама, вот тренера, они говорили, давай, Рома, если у тебя есть желание, ты хочешь дальше продолжить, мы тебе поможем все сделать, главное, чтобы ты боролся. И вот это главное было поддержка. А вот смотрите, чаще всего бывают моменты, когда родные, близкие, наоборот, говорят, вот ладно, вот Рома получил, а может тебе лучше там не стоит. Таких моментов не было? Ну, наверное, со стороны мамы было такое, потому что она все равно, это мама, она переживает за твое здоровье. Ну, когда она видела то, что у меня такое состояние, то, что у меня там помутнение в глазах, а то, что я сейчас завершу карьеру, и она как-то вот наоборот думала. Ну, просто у меня как бы еще вся семья в спорте, а отец боролся, да, он еще буквально два года назад, ну, вот в восемнадцатом году он стал серебряным призером мира среди ветеранов, вот. Потом все, сестра, оба за сбору Кыргызстана по волейболу играли. Спортивная семья. Да, поэтому они понимают, что это такое, а некоторые родители, которые не понимают этого, которые не были в спорте, им чуть тяжеловато это осознать. А в такие моменты, это самое важное, когда родители будут тебя поддерживать, когда вот она не прет, не идет, вот тяжело ты проигрываешь, в этот сам, ты сам себя, тем более, губишь, думаешь, блин, а не завязать ли, сомневаешься, а потом думаешь, сомневался ли ты правильно. Поэтому главное, чтобы родители помогли. Основополагающий фактор, это все-таки ваш отец, да? Ну, как вообще полностью, вот, и близкий, да, так сказать, да? И безоговорочно это тренерада, как вторая семья. Отлично, отлично. Ну, можно такому моменту только вот позавидовать, потому что, особенно в начальной стадии, очень много спортсменов, которые сталкиваются с такой, не то чтобы проблемой, с таким моментом, когда родители, ну, просто советуют или как-то вот пытаются... Огородить. Да, ну, как-то огородить, ну, потому что все-таки, как мы с вами сказали, профессиональный спорт, он есть профессиональный спорт. А вот в будущем, понятно, что вот вы на своих, наверное, плечах, руках, вот вы сами поняли, насколько это тяжело просто вот выступать на уровне, на профессиональном. Вот если среди ваших родных, близких, или вот ваши дети в будущем захотят вот заниматься профессионально, будете ли вы как-то этому помогать, или наоборот скажете, нет, это очень тяжело? Знаете как, ну, вот спорт, вот какой я сейчас есть, он меня сделал, да? Я не знаю, плохой, хороший человек, да, со стороны виднее. Ну, спорт он воспитывает, поэтому надо детей туда направить, не заставлять, но направить. Если там дальше понравится, то пусть дальше идет. Если нет, то заставлять смысла нет. Ясно. Смотрите, вчера вот завершился чемпионат, мы с вами уже вот пообсуждали, почему, на ваш взгляд, греко-римская борьба по статистике преобладает над другими видами спорта, тот же самый там дзюдо. Даже вот, как бы не в обиду будет сказано, мне очень нравится вольная борьба, но, не знаю, вы заметили этого или нет, но даже вот вольная борьба, буквально половина зала была заполнена, но как только вот начали выступать спортсмены в по греко-римской борьбе, и, ну, как я уже сказал, ну, просто яблоку негде было упасть, столько народу уже на одно место по два человека чуть не там садились. Почему настолько стал, вдруг развит этот вид спорта? Ну, это, наверное, тем более, это в крови, наверное, у нас в Кыргызстане, да, когда там, у нас такие, как говорится, боевитый народ, там, Кыргызгурёшка, Бурю, там, без характера никак. Соответственно, борьба, поэтому популяризуется, за последние, особенно, буквально на 5-6 лет, когда соцсети стали очень популярны, это стало заметным. Тем более, наверное, если так вот сказать, именно про классическую борьбу, у нас есть, не зря у нас есть два юнистических призывов олимпийских игр, это Канад Бегалиев и Руслан Тимимбаев, поэтому, может быть, из-за этого классическая борьба более популярна. Тем более, у нас есть, ну, за последнее время появились многие такие любимчики, как, который проявляет себя очень невероятно, да, так как Джо Махмудов, это Джо Маншар Шамбеков, который очень молодые, но выступает на профессиональной аренде, причем занимает только в самой высшей категории. Ну да, с этим не согласиться, просто невозможно, тем более, в этом году будут олимпийские игры. Как вы считаете, ну, конечно, есть не очень хорошее сказанное, хочешь бога насмешить, поделись планами, но все-таки хотелось бы, чтобы вы немного поделились планами. Вчера вы выиграли республику, ну, и планы вот на ближайшие, так скажем, события. Ну, самому по этому поводу одно сказать. У нас уже в копилке есть, именно по борьбе, есть одна уже лицензия, это 87 килограмм от Абека Дизбеков. Еще предстоит два турнира, это будет лицензионная Азия, будет проходить в Китай и будет, если не ошибаюсь, в Болгарии. Кто и куда туда поедет, это уже будет решать тренерский штаб, и поэтому что-то говорить я не имею смысла, потому что я сам не знаю этого. Сейчас пока это остается большим таким вопросом. Вы выступаете в самой, так скажем, максимальной весовой категории, которая есть, 130 килограммов, и один из самых главных конкурентов, ваш товарищ, старший брат, старший брат, Мурат Рамонов. Мурат Рамонов. Мы совсем скоро узнаем, что значит быть конкурентом, потому что два очень ярких представителя в этом замечательном виде спорта, в одной категории, и кто оказывается лучшим, и кто поедет, возможно, в этой весовой категории на Олимпийские игры, мы совсем скоро узнаем. Мамаджи Махазенуриза, благодарим за этот сюжет нашу коллегу. Роман, скажите несколько слов, ну или вообще дайте информацию о взаимоотношении с Муратом Рамоновым. Все-таки вы выступаете, как я уже сказал, в одной категории, и, если я не ошибаюсь, несколько лет тому назад в чемпионате в Кыргызстане вы встречались, по-моему, в финале, да? Да, да, да. В финале вы встречались, вы с ним занимаетесь в одном спортивном клубе. Что это значит, когда у тебя конкурент в бок о бок тренируется вместе с собой в одном зале? Ну, Мурат Рамонов, что я вам сказать? Он как старший братный, поэтому он борец профессионального класса. И, наверное, благодарим, потому что он выступает, он участник Олимпийских игр, неоднократный призер чемпионата Азии. И вот буквально в Нурстану, так сказать, в шаге было, то, что завоевал лицензию. И благодаря ему я вырос в борьбе, потому что конкуренция, это в первую очередь хороший рост борьбы, даже если ты, как говорится, не на первой строчке пьедестала, да? Поэтому это рост борьбы. Что-то сказать другое я не могу, да? Не, ну, понятно, что каждому спортсмену в любом случае, особенно на профессиональном уровне, хочется всегда больше, хочется побеждать, хочется выступать на международном уровне. Ну, придет время, а ковер покажется, а что-то говорит, это будет глупо, да? А вот скажите, вчера, сейчас пока, если честно, я не обладаю информацией, почему не выступал Мурат Рамонов? Ну, по неким причинам не выступал, да, ну, со связи с здоровьем, как говорится, чуть приболел. А вот если бы он выступал в финал, каким был бы финал? Ну, если бы выступал, там было бы видно. Сейчас мы этого уже не узнаем. Ясно, ясно. Кого считаете лучшим спортсменом на данный момент в нашей стране? Вы можете назвать абсолютно из любого вида спорта, не обязательно из борьбы. Ну, наверное, глупо сказать, будто что не из борьбы. Ну, так, наверное, сказать. Сейчас такой самый, ну, будем сказать, нельзя кого-то сейчас отдельно, чтобы не обидеть других, потому что все в своем очень невероятно хорошие борцы. Ну, наверное, сказать, ну, Джо Маман Шаршинбеков. Я думаю, выделил он такой молодой, перспективный, очень такой напористый, энергичный. По нему очень-то видно, когда он выходит на ковер, да, постоянно он такой, и даже не как на ковре. Мы очень много проводили сборов, ездили турниров. Человек, ну, вообще невероятная атмосфера, он очень энергичный и очень добрый, очень добрый, вообще невероятно добрый. Это хорошая черта вообще для спортсмена, для борца, который должен, наоборот, ну, кто-то, возможно, считает, что спортсмену нужно быть таким хладнокровным, где-то может присутствовать. Ну, на ковре это он может быть и хладнокровным. Не может быть, а он и есть. А в жизни я, ну, по крайней мере, сколько видел многих видео, про таких, как, там, Александр Карелин, Бувар Сайс, таких, там, мы встречались, как-то на турнире в Турции с Гадисовым, Гацалом. Они, вроде бы, понимать, они чемпионы Олимпийских игр, у них чемпионаты мира, как, там, можно, там, по пальцам даже не посчитать, да, и они невероятно простые, как будто, вот, ты обычно человеком на улице встретился и поговорил, поэтому, я думаю, это, это черта всем хорошим спортсменам есть, которые... Отлично. Ну, тогда не буду задавать вам вопрос, каким должен быть современный спортсмен, и чем он должен обладать, наверное, скромность, да, все-таки? Да, есть скромность. Ясно. А есть нескромные спортсмены, у нас, с которыми вы тоже лично знакомы? Нет, таких что-то у меня нет. Возновься скромность. Да, возновься скромность. Ясно, ясно. Ну, сейчас у нас впереди будет еще одно видео. Вот такие вот моменты. Вчерашнее видео, конечно, мы еще не успели нашим зрителям показать, хотя, кто в режиме онлайн смотрел, в прямом эфире мы финальную стадию тоже показывали. Ну, сейчас вопросы от наших зрителей. Ну, те, кто смотрят наш эфир сначала, Роман рассказал о своей карьере. Эсен Алмазбеков есть у нас такой зритель, который спрашивает, как начинали свою спортивную карьеру. Ну, можно для нашего зрителя еще раз ответить, ну, можно в двух-трех словах. И после этого сразу хочу спросить, а вот кроме борьбы вы еще занимались другими видами спорта? Да, другими видами спорта занимался. Профессионально занимался бильярдом. Играл раньше, потому что у арта своя бильярдная была. Уступал на международной, ну, так, мне бы сказать, на чемпионатах Киргизии выступал. Даже один раз в третьем был, это, мне, наверное, лет 11-12 было. Такой, я полюбил играть, да. Настольный теннис люблю тоже, играю, мне нравится, да. Настольный теннис. Очень много видов спорта занимался, естественно говоря, до борьбы. Ну, мне нравилось, так, что на игровые, футбол, там. Ну, вот такие, чтобы действительно мне было интересно, наверное, это, будем сказать, бильярд и настольный теннис. Бильярд, да, я так вот могу, как раз, вот такой, на расслабоне такой, на релаксе играю, мне расслабляюсь, там, как говорится. Вот. А после тяжелых тренировок, когда можно не благодатствовать? Да, 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 тем более, такие энергичные виды спорта. Ну, если не бильярд, можно у нас тронуть чуть-чуть, а вот теннис, да. Если, как говорится. Ясно. Ну, в наше время очень преобладает смешанное единоборство, и одно из самых хороших качеств этих бойцов, то, что они очень хорошие борцы. Да. Именно вот они показывают хороший уровень, именно большинство из них становятся чемпионами. А вот, если, допустим, теоретически подумаешь, что поступило бы такое предложение, где-то вот выступить, подраться, какой-нибудь такой интересный проект, который вас бы заинтересовал, вы бы согласились? Наверное, если бы уже, когда был конец своей карьеры, то, может быть, да, а конкретно сейчас нет, наверное, нет. Сейчас только борьба? Да, только борьба. А, ну, это уже, так скажем, не любовь к смешанным единоборствам или… Ну, это будет сейчас, знаете, как, когда сейчас будешь за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь, поэтому надо выбрать одно направление и идти туда. Ясно. Отлично. Так, у нас есть БЛИЦ-опрос. Можете отвечать одним словом, можете двумя словами, ну, желательно, небольшим предложением. Да, да. Если даже захотите ответить большим предложением, то можно его максимально сократить. Хорошо. Так, а как вы можете охарактеризовать себя в двух словах? Давайте скромный и веселый. Скромный и веселый. И веселый. Отлично. Так, дальше, дальше. Опишите свое самое большое достижение и самый впечатляющий провал. Давайте начнем сначала с достижения. С достижения. Ну, наверное, все равно взрослые результаты считаются, поэтому думаю, чемпионат, когда выиграл чемпионатаж до 23 лет. Это такое, ну, самое большое достижение – провал. Ну, хотя бы пусть это будет схватка, которую просто не хотелось бы вспоминать. Это 15-й год, первый год по чемпионатам среди молодежи. Тогда я проиграл. За тройку проиграл, это самый такой, не помню, вообще не запоминается вам. Самый обидный. Да, самый обидный, да. Так, а есть ли у вас победа, которая далась вам с трудом, но про которую тоже вы особо не хотели бы вспоминать? Да, это 14-й год, чемпионат мира. За тройку я боролся, я там ошибся и очень долго на туше лежал. Еле оттуда вышел, но выиграл. Отлично, отлично. Так. Ваши любимые книги? О, господи. Я, конечно, читал книги, не скажу, что я много, но читал. Граф Монте-Кристо читал, очень мне понравилась книга. И «Поющий в терновнике». Терновнике, да. Вот. Не хочу похвастаться, что я много читаю, но читал. Отлично. Это уже хорошо. Хорошо. Так. Чего бы никогда не сделали в жизни? Наверное, не ударил бы женщину никогда. Да. Ну, вот тут какой-то принцип. Отлично. Очень хороший, кстати, нехватающий в наше время такой принцип для мужчин. Отлично. Это очень похвально. Я, кстати, разделяю ваше мнение. Так. Чем вы любите заниматься в свободное время? Так. Здесь мы уже получили ответ. Да. Биллиард. Так. А, кстати, родные, близкие не обижаются, то, что вы часто заняты по времени. Потому что я вот по, так скажем, своей профессии знаю, что вот пригласить тоже действующего спортсмена – это очень нелегкая задача и часто бывают заняты. Хорошо, что вы сегодня, кстати, были свободны. Как вот в такие моменты они реагируют? Ну, у меня родители живут сами в Караболте. Я здесь уже один живу долгое время, 6 лет. И мама обижается иногда, когда бывает в некотором моменте, когда в Караболте не приезжают, да? Очень так. Ясно. А когда в последний раз плакали? Плакал? У меня, наверное, после травмы, когда вот в последний раз была, тогда, наверное, плакал, когда уже вроде бы никому не показал, но у себя в комнате слезу пустил я. Ясно, ясно. А почему? Ведь с кем-то поделиться. Нет, ну, с самими родными, это там, может, с мамой, потому что могу с ней поговорить на такие вещи, как говорится, откровенные, но ни с кем другим. С папой, может быть. Ну, это все равно папе как-то более так. Он все равно всегда строгий, поэтому к нему такие моменты не относятся. Ясно. Что для вас было самым сложным? Ну, в каких-то вот решениях имеется в виду? Ммм, самым сложным. Наверное, слой вот это тоже, и как бы все касается травм, наверное, настроек после вот этой травмы, вот. Думаешь, столько времени потеряю туда-сюда. Ну, вот, настроиться после вот этого всего, да? То, что упустил много. Ясно. И предпоследний вопрос. Если бы вам оставалось бы жить ровно три дня, что бы вы сделали? Три дня? Наверное, провел со своими близкими, потому что эти люди, которые всегда тебя поддерживали. Поэтому, думаю, это самое важное. Близкий твой. Отлично. Ну, здесь тоже я с вами полностью соглашусь. И заключительный вопрос. О чем вы мечтаете? Ну, как говорится, плох солдат, который не хочет стать генералом. Думаю, это Олимпийские игры, это высший пьедестал. Стать на высшей ступени пьедестала и поднять флаг выше остальных. Это, конечно, главное. Отлично. Ну, будем надеяться, что впереди как раз у вас есть отличная возможность. Да, да, да. И будем тоже переживать. Теперь, что касается тренировочного процесса, какая вот была подготовка к предстоящему чемпионату? И как вообще проходят сборы, подготовка? Ну, в период до чемпионата в основном все готовятся у своих трениров, у своих личных трениров. Ну, скорее всего, это всегда, ну, конкретно, если касаясь меня, то это двухразовые тренировки до, наверное, конечно, там, может, месяц-полтора, тогда уже, чтобы организм не истощался, тогда идут одноразовые тренировки и подводка к чемпионату. Там, если маленькие веса, то они там, весогонка, это у них чуть другой там подход к ним. А вот ваше самое любимое место, где вам нравится тренироваться, вот в регионах, сборы? Ну, наверное, у себя в зале, наверное, в Беркуте, потому что там своя атмосфера, такая рабочая атмосфера. Там, как себя дома чувствую, да? А вот я очень часто слышу от спортсменов, что многим нравится, и, кстати, из-за рубежа вот тоже спортсмены специально приезжают на сборы на Иссыкуль. Да, мы вот, наверное, буквально, может, какое-то время, скоро сейчас уедем уже на сборную. Ну, это, во-первых, почему именно на Иссыкуле? Во-первых, природа, своя витаминизация, другой кислород, тем более, там, по-моему, полторы тысячи метров над уровнем море, там чуть другая атмосфера, и легче тренироваться, и организм более адаптируется, если получше. Поэтому Иссыкуль – это самый очень хороший вариант. Очень хорошо, что мы выпали в такой, в таком месте находимся, да? Что можно позволить себе где-то без проблем, да? Три часа езды и ты уже, там. Ясно. Так, у нас еще будет вопрос от наших зрителей. Тут очень много у нас вопросов, но почему-то, которые больше касается именно футбола, почему мы не показываем футбол, это мы пообсуждаем в другой раз. И так, Актелек Сагандыков, Актелек Сагандыков у нас спрашивает. Так, что касается, есть ли у вас любимая футбол? А, ну, тут вопрос любителей по футбол, да. Футбол, да, не такой прям ярый болельщик, но люблю посмотреть там Лигу Чемпионов, предварительные там какие-то, ну, наверное, не знаю, всю трассу за Барселону болел. Конечно, Испанская Лига не такая интересная, как английская, но смотрю, почти так. Ясно, вас поздравляют с чемпионством, Азамат67, есть у нас такой зритель, поздравляет вас с чемпионством, Азамат. Так, что у нас, какие еще вопросы, чтобы потом не обижались. Те, кто заняли третье место, поедут ли на чемпионат Азии? Абдилаев, спрашивает наш зритель. Ну, обратно, такие же моменты не буду разглашать. Поедут, не поедут, это будет уже решать тренерский штаб, поэтому. Ну, я думаю, наш зритель получил ответ на свой вопрос. Ну, теперь немного, так скажем, о серьезных моментах. Понятно, что подготовить спортсмена, это кроме тренировок, кроме всего, это все-таки вот инвестиции. И никому не секрет, что спортсмены, это тоже люди, которым все-таки нужно зарабатывать на хлеб, на жизнь. Если не секрет, сколько вот в наше время зарабатывают вот именно представители вашей профессии, так сказать, вот именно борцы? Ну, так сказать, тоже финансово что-то говорит. Да, получаем, вот с того года стали получать, будем так сказать, гораздо в три больше, чем получали. Да, не буду говорить сколько, но получали, да. Ну, финансово, так и этот аспект, он тоже очень много влияет. Влияет как раз на те, кто вот, кто молодые переходят, там есть кадеты, молодежь, взрослые. Сейчас до 23 лет еще есть возрастная категория. Многие пацаны иногда в этот момент теряются, переходя с молодежи в взрослые, потому что в тот же момент вроде бы тебе уже и 21-22, когда-то надо уже какой-то финансовый этот иметь, бюджет свой, чтобы ни у кого, ни у родителей ничего не просить. А, так сказать, на спорте, так, по сути, если ты не показываешь результаты, ты много не заработаешь. Даже, так сказать, вообще не заработаешь. Вот именно, что вот, наверное, это тоже где-то гложет, наверное, да, спортсменов, что вот надо результат, что вот надо заработать какое-то место, чтобы потом... Ну, да, это есть такое. Поэтому есть, там, даже, может, некоторых призываю некоторым помогать. У меня есть спонсора, да, они очень хорошо помогли. Я сейчас не буду кого-то озвучить, потому что могу даже, знаете, как, кого-то упустить, чтобы не обидеть, да, потому что помогает, действительно. И это играет свою роль тоже по-своему. Поэтому я думаю, что у кого есть возможность, пусть помогает перспективным спортсменам, финансового плане. Ну, а так, я так понимаю, так скажем, в стандартной такой поддержке нет, то есть спортсмены, каждый вот в индивидуальном порядке, да, так получается уже? Готовится. И готовится, и... Да, ну, получается, до чемпионата, да, а после чемпионата уже формируется сборная, тоже это тренерский штаб, что решает, и уже готовится со сборной, как вот у нас есть Азатагай, Лукагай, главный тренера, и еще за Ю-20 Арсенар Алиф отвечает у нас Арсенагай, и вот они полностью формируют сборную, и вот они уже решают, какие будут сборы, турниры, ну, все от них будет зависеть. Мы с вами уже поговорили, обсудили про тренировочный процесс, про сборы, а вот если взять, никому не сказать, что есть свое отношение между тренером и между подопечным, когда он его готовит, бывают ли какие-то вот, не только, к примеру, берем вас, а вообще у спортсменов, когда возникают какие-то вот недопонимания по тренировочному процессу или недопонимания какие-то вот с тренерским штабом, возникают такие моменты? Ну, касаясь, может, конкретно меня нет, ну, конечно, на протяжении каких-то там, может, не касаясь Кыргызстана, бывало, может, и возникало кого-то, да, но я считаю то, что этот как тренер вообще, твой личный тренер, как второй отец, который буквально понимает тебя, он видит даже больше, чем ты сам это понимаешь, он понимает, когда ты устал, и тебе надо на отдых отойти, или когда тебя нагрузит, или когда тебе иной раз бучку дать, чтобы ты в себя пришел, да, как говорится, если будешь тонуть, он тебя за голову тащит, вверх поднимешься, заново затащи на низ, вот так хорошо. Отлично, отлично. Ну, в вашем случае какие сложности возникали, потому что бывает переизбыток, ну, просто тренировок, когда вот даже твое любимое дело иногда может, ну, просто прям вот сидеть по горло и хочется немного передохнуть, у всех такое бывает, а вот в вашем случае… Нет, такого не было, если я действительно поймал, то, что вот у меня тренировка не идет, я прям чувствую, через не могу себя заставлять, то я тренер подхожу, скажу, Фархад такая, что ты сегодня не устал, все хорошо, давай активный отдых, ты будешь на тренировку приходить, но я тебя сильно нагружать не буду, чтобы не терять форму, как говорится, и все. А, то есть у них свой момент, свои такие поддержки, вчера во время схваток, наблюдая не только за, ну, за всеми схватками, вы, наверное, сами видели, слышали там тысячи людей, крики, советы, попли, я даже не был совсем уверен, доносились ли какие-то вот подсказки тренеров до своих подопечных, вот в такие моменты, что ощущаете вы, вот что-то подсказывают, что-то говорят, с какими-то моментами, понятно, тренер там он вовсю горит, не соглашается, и вот эти подсказки, или вот во время первого периода завершается, вот эти 30 секунд, что успевает сказать в этот момент обычно тренер? Ну, это, наверное, это такая черта хорошего спортсмена, который умеет отключить все, но слышать своего тренера, это обязательный аспект, когда ты не слышишь тренера, значит, ты просто потерялся, и ты, мало кто выигрывает такие моменты, поэтому слышать своего тренера, это главное, вообще, в плане даже всего смотреть, даже на табло какое-то время посмотреть, видеть то, что сколько времени осталось для тебя, потому что бывают такие сказки, когда там могут решить долю, даже одна-две секунды могут решить, ты можешь просто проиграть за это время. Ясно, да. То есть, хладнокровие – это одно из самых таких главных критериев. Да. Хорошо. Ну, и не могу не спросить вас о спортсменах, которые все-таки являются ярким примером, сейчас речь идет не о наших, а вообще в целом спортсменах, которые, так скажем, выступали и выступают и по сей день, вот у вас лично есть человек, который своим достижением как-то ну вдохновил вас на какие-то вот… Очень многое я слышал, есть спортсмены, которые занимаются футболом, но очень им нравится, к примеру, биография, к примеру, Майка Тайсона, да, они прям вот вдохновлены его там достижением, его работой, вот. Ну, у вас какие-то есть моменты? Ну, я так очень много видео смотрел, именно интервью, наверное, Буласар Сайтиева, да, это, как говорится, такая легенда при жизни, наверное, да. Он послушаешь его и понимаешь, что вот он очень, даже, он очень грамотный спортсмен, да, который, ну, как в плане спорта он грамотный, он умеет, да, подойти к там, неважно, какой соперник, тренировка, он может к этому подойти, также, и он очень так правильно доносит свои мысли до человека, как в плане спорта, поэтому, думаю, часто с ним смотрел и думаю, на него стоит, не то, что стоит, это же советы на него равняться, да, потому что, конечно, говорит, какой он человек, когда не общался с ним, это глупо, но просто встретить любого человеке, кто-то скажет, что он плохой человек, я такого не слышал, да, поэтому, ясно, ну что ж, я уверен, что вы тоже уже являетесь для молодежи, для наших молодых спортсменов ярким примером и надеюсь, что это будет так же и продолжаться. У нас время уже подходит к своему логическому завершению и в конце мы даем возможность еще раз поприветствовать наших телезрителей, ну и если есть люди, которым вы хотите что-то пожелать, передать привет, пожалуйста. Ну, кому, своим родителям привет передам, надеюсь, они на них смотрят. Успели сказать. Да, успели пострелить, родителям, своим сестрам, племянник есть маленький, который подрастает, пока еще не понимает, но тренерам, конечно, да, потому что они сделали меня тем, кем я сейчас являюсь. Есть некоторые спонсоры, которые меня очень хорошо поддерживали, я обязательно, наверное, даже если я сейчас через минуту трясу вижу с ним. Отлично. У нас сегодня в гостях чемпион Азии среди кадетов и бронзовый призер мира среди кадетов, серебряный призер среди молодежи, чемпион Азии до 23 лет и чемпион Кыргызстана, Роман Ким. Мы еще раз вас поздравляем сердечно от нашего коллектива канала КТРК «Спорт» и надеемся, что вы будете посещать теперь нас почаще, кстати, сегодня Роман впервые посетил не только нас, но и вообще телевидение, ну, как вам понравилось? Да, конечно. Вроде бы свободно себя чувствую на соревнованиях. Отлично. И будем надеяться, что в следующий раз вы придете и обязательно расскажете, как вам удалось выиграть Олимпийские игры. Я искренне вам этого желаю. У нас сегодня в гостях был Роман Ким, меня зовут Алмаз Раимжанов. Всем приятного отдыха, хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова